Важное событие прошло в восьмой школе. 50 мальчишек и девчонок посвятили в кадеты. Ученики торжественно произнесли клятву и получили заветные для них удостоверения. В своих искренних чувствах к дорогим женщинам Лабытнанги признались и их творческие дети. Артисты городского дома культуры и детской школы искусств устроили для своих мам самый настоящий праздник. Актеры Тюменского театра «Кукол» показали спектакль «Умные животные». Веселые истории о животных заставили не только посмеяться, но и задуматься над тем, как они похожи на нас, людей. В России отмечается День моржа. Любители поплавать в ледяной воде тоже называют себя моржами и, разумеется, празднуют дату. День матери отметили творчески и по-спортивному. Свой праздник мамы преодолевали необычные испытания, помогали им в этом любимые дети. Важное событие прошло в восьмой школе. 50 мальчишек и девчонок посвятили в кадеты. Это учебное заведение Лабытнанская кузница патриотических кадров и лидер кадетского движения. Ученики торжественно произнесли клятву кадеты и получили заветные для них удостоверения. Этот торжественный момент с ребятами разделили родители, учителя и гости школы. Традиция посвящения в кадеты появилась 22 года назад. Сегодня в школе обучается 435 кадет. Это 18 классов. Вне всякого сомнения, пятиклассники будут достойными представителями крепкой школьной семьи. Выросла очень достойная смена. Среди вас отличные учебы, спортсмены. Вы активно посещаете кружки дополнительного образования, принимаете участие в мероприятиях патриотической кадетской направленности. Дорогие наши, запомните, кадеты – это звучит гордо. Самый ответственный момент – произнести клятву. Ребята чеканят шаг, как и каждое слово. Пятиклассники дали торжественное обещание хорошо учиться и хранить верность Родине. Я готова соблюдать все правила клятву. Произнести торжественную клятву – это для меня большая ответственность. Я очень сильно волновался, переживала, что не сдам. Клятву чуть-чуть концовку посмотрела только. Так сильно переживала очень. Эти слова ребята теперь будут помнить наизусть. Хоть ночью разбуди, расскажут без запинок. Иван Масеев не понаслышке знает, что такое кадетская честь. В этом году он выпускается из школы и передает слова напутствия своим младшим товарищам. Я хотел бы пожелать кадетам, которые произнесли клятву нашей стране и получили удостоверение о том, что они являются кадетами, чтобы они не сворачивали с данного пути, помнили, что на них равняется весь город и высоко ценили это звание. Кадетство – это очень насыщенная и интересная жизнь, наполненная яркими событиями. Старшие товарищи показали то, чему они научились за годы кадетства. Выступали барабанщики, ребята показывали приемы рукопашного боя и обращения с карабином. Завершил праздник красивый вальс. Поздравляем мальчишек и девчонок с этим событием и желаем гордо нести звание кадет и, конечно же, хорошо учиться. Елена Никишина, Дмитрий Сверид, информационное агентство Лабытнанги. Мама, сколько смысла в этом коротком слове. Как много в нем нежности и тепла, и любви, и заботы. В своих искренних чувствах самым дорогим женщинам Лабытнанги признались их творческие дети. Артисты городского дома культуры и детской школы искусств устроили для своих мам самый настоящий праздник. Музыкальное сопровождение создавало особую душевную атмосферу. В фойе дома культуры местные мастерицы развернули ярмарку. На импровизированных прилавках продукция ручной работы. Это яркий пример того, что лабытнанские женщины успевают и детей воспитывать, и любимым делом заниматься. Они в воплощении нежности, заботы и стойкости духа. Этот праздник, наверное, самый главный праздник в жизни любой женщины. Важнее Нового года и дня рождения, потому что это праздник, когда ты сама даешь жизнь новому человеку. Я считаю, что быть многолетной мамой – это 100% призвание. А быть просто мамой – это счастье, радость, но и работа. Большая работа во всем фронтам. Если призвание, то призвание, наверное, не каждый находит в этой жизни. Работа, ей надо учиться, на нее надо устраиваться. Ну, наверное, естественное состояние женщины. Когда-нибудь стать мамой и когда-нибудь дать начало новой жизни. Чтобы у них было все хорошо в жизни, счастье, здоровье и всего самого наилучшего в жизни. Наверное, деток послушных, да? Ну, детки послушные должны быть. И муж, и я еще были. Муж и послушные. Хорошие, послушные, да. И помогали всегда. Материнство – это работа. Плата за нее – счастье, которое заключено в этих непоседах. В зале хореографии самые маленькие палитровцы. Для многих ребят выступление на сцене станет дебютом. Они готовы порадовать своих мам творческим подарком. Да, ребята, ложные мамы. Никого на свете нет. Всю, ребята, вам сегодня танцевали свой приезд. Быть мамой очень тяжело. Надо вставать рано, кушать, готовить, отводить в садик или в школу. Мама, я тебя очень сильно люблю. Я буду всегда учиться на одни пятерки, помогать тебе убираться и смотреть за сестрой. Я люблю свою маму за то, что она есть. За то, что она всегда рядом со мной, всегда поддержит. Хотела бы ей пожелать счастья, естественно, здоровья. И чтобы жила долго. Я ей говорю огромное спасибо за то, что она мне сказала, чему она меня научила, чему она меня заранее научит. Мамочка, спасибо, что ты всегда рядом, что ты всегда поддержишь, примешь участие во всех моих радостях и печалях. И здоровья тебе крепкого. И будь рядом. И сколько бы ни было нам лет, пять или пятьдесят, нам всегда нужна мама. Ее ласка, ее взгляд. Каждая мама любит своего ребенка. Она готова отдать ему всю себя. Наши дети выбирают нас, покидая звездные обители. Наши дети выбирают нас, родители. Зажигательная энергия творческих номеров волной накрыла зрительный зал. Эмоции были, разные слезы, улыбки, умиления. Через танцы, песни и стихи артисты признались любви единственной маме на свете. Светлана Кель, Григорий Волков, информационное агентство «Лабытнанги». В «Лабытнанге» побывали умные животные. Так называется спектакль, представленный артистами Тюменского театра «Кукол» юным лабытнанцам. Веселая история о животных заставили не только посмеяться, но и задуматься над тем, как они похожи на нас, людей. В одной постановке артисты Тюменского театра «Кукол» показали маленьким зрителям 10 историй о самых разных животных. Гусе, поросенке, собаке, кошке и других мохнатопернатых. Автор этих историй советский писатель Михаил Зощенко. «Лошади кушают такую полезную еду, которую дети кушают. Лошади кушают овес, а это и есть овсянка и геркулес. Овсянка и геркулес дети кушают и благодаря этому становятся сильными, здоровыми и смелыми. Нет, лошади не глупые, раз они кушают овес. Лошади очень умные животные, раз кушают такое полезное детское блюдо». Михаил Зощенко много писал о детях и о взрослых, живущих рядом с этими детьми. А еще иногда о животных, которые очень похожи на людей, на детей и взрослых. Они, эти животные, бывают умными и даже очень умными, такими же, как мы. «Животные вообще, в принципе, так или иначе, похожи на наших хозяев. В любом случае, они часть нашей жизни. И мы детям расскажем о том, что они все умные, их нужно очень любить. Для того, чтобы у них это возникало с самого раннего возраста. Для того, чтобы они понимали, насколько важно любить животных, быть эмпатичными к ним. Чтобы не было такого, чтобы они, когда они вырастут, выбросят их или еще чего-то. Чтобы они все это понимали ответственностью». Забавные животные с первой сценки развеселили маленьких зрителей. А еще удивили своей смекалкой и остроумием. Ребята с большим интересом наблюдали за происходящим на сцене. «Эта собачка забралась по шкафу, потом она открыла шкафчик, она запрыгнула на них с одного на другой и съела колбасу. Они там показывали, как смешные разговоры с животными, какие они были умные. Мне больше всего понравилась животная свинья, потому что свинья не хотела, чтобы ее украли. Мне понравилась в этом спектакле кошечка, потому что она умная очень была. Кошечка хотела накормить своих котят пирожками». Знакомство юных ямальцев с умными животными организовано представительством Ямала-Ненинского автономного округа в Тюменской области. Гастрольный тур направлен на приобщение школьников и дошкалят к театральному искусству. Лабытнанги стал первым городом на Ямале, где побывали артисты. Впереди еще несколько встреч с ребятами в разных муниципалитетах региона. Екатерина Ржиузская, Эдуард Захаров, Владимир Николаев. Информационное агентство Лабытнанги. В конце ноября в России отмечается День моржа. Его считают по большей части арктическим праздником, так как виновники торжества обитают именно в суровых северных условиях. Но, как оказалось, не только научное сообщество, изучающее огромных морских млекопитающих, считает этот день своим праздником. Любители поплавать в ледяной воде тоже называют себя моржами и, разумеется, празднуют дату. Если вы задумывались, но не знали, как отпраздновать День моржа, то ответ прямо за моей спиной – ледяные воды реки Соби. Если вы заметили, храбрецов часто бывает трое. Три мушкетера, три богатыря и так далее. Вот и в День моржа на заснеженный берег реки Соби вышли трое смелых. Говорят, исключительно в интересах здоровья. Когда холод, сосуды сужаются, потом морж терпит, выходит, одевается, сосуды расширяются, таким образом идет гимнастика сосудов. С такой гимнастикой не каждый организм справится. Подготовка нужна длительная и серьезная. Тренировки в виде закаливания. И не только. Рекомендую прочитать хотя бы не раз «Отче наш», поклониться воде, попробуйте сказать ей спасибо. Пловцы минус 10 с ветром считают теплой погодой. Но купание много времени не занимает. Даже 20 секунд, проведенные в полынье у берега быстротечной реки, можно назвать подвигом. Ох, бодрячок! Да ничего страшного, нормально. Как летом, только чуть-чуть попрохладнее. Клуб моржевания «Нерпа» существует в Харпе почти два года. Не только сами занимаются экстремальным закаливанием, но и других агитируют. Особенно комфортные условия у нас на северном характере. То есть мы там приходим, обливаемся водой, потом идем в теплую раздевалку, душ, там все потом, то есть комфортные условия. Можно начинать с северного характера. Бодрит. Вот. Выскочишь, потом внутри аж какой-то, как жар. Вот сейчас так же? Да. Только вот ноги немножко подзебают так, валенки хорошо бы. Больше 20 лет назад я регулярно практиковал купание в реке Сопь. Сначала просто смотрел красиво, водичка течет, водичка холодная. Потом стал купаться. Начинал в теплое летнее время, а потом стал купаться до поздней осени. Чтобы заниматься моржеванием всерьез, одной смелости мало. Нужно еще хорошее здоровье и любовь к этому необычному занятию. Любви у этих моржей хватает. Даже стихи начали писать. Воды холодной ощущениями ни на что не променять. Ее люблю прикосновение. О, эти славные мгновения. Прости, жена, но к ней влечение теперь до гроба не унять. Ольга Болдырева, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. День матери отметили по-творчески и по-спортивному. В свой праздник мамы преодолевали необычные испытания, помогали им в этом любимые дети. Для болельщиков волонтеры организовали мастерские. Скучно не было никому. Они сменили платье на спортивную одежду, каблуки на кроссовки. В свой праздник мамы в полной боевой готовности. На старте 12 команд. И все должны дойти до финиша. Участникам нужно будет пройти несколько этапов. Плюс можно посетить мастер-классы по изготовлению шкатулок, шкатулок техникой декупаж, пластинография, создание магнитиков с любимыми героями из мультфильмов. Также фото-зона у нас есть прекрасная, где тоже можно пофоткаться. То есть много-много всего интересного. В обычной жизни женщины помогают детям одеваться. На праздники все наоборот. Ребятишки закутывают мам да потеплее. Валенки, шапки, варежки, шарф. На севере все сгодится, лишь бы не замерзнуть. Испытания разного характера. Есть и на ловкость, и на творчество. Дети главные в этом процессе помощники. Они карандаши через импровизированную подзорную трубу ищут. И мам на скорость рисуют. У нас Тёма вчера только приехал в санаторий, я его не видела 20 дней. И мне настолько приятно провести этот день с ним, потому что старшая дочка у нас сейчас на КВН находится. Почему и нет, да? Вместе он надевал меня, рисовал меня. Я думала, это вообще что-то, что-то нравится. Рисунок был просто огонь. Ну, почти. И почти, почти Пикассо. День матери они захотели отметить не дома, а в спортзале вместе со своими дочками и сыночками. Для них не важна победа. Здесь женщины отдыхают от повседневных забот, получая массу положительных эмоций. Мы в прошлый раз участвовали тоже в соревнованиях «Папа может». Но я была болельщиком. Тоже хотелось очень поучаствовать, выйти, тоже показать, что я могу. Вот, наконец-то, мамы в деле, мы участвуем. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, потому что настолько всё интересно, так задорно. Нам очень понравилось. И ещё хотелось бы поздравить всех мам с праздником. Чтобы они не болели, всё было нормально. Ценным подарком для мам стала, конечно же, не победа, а тёплые слова благодарности своих детей. Творческие поздравления звучали от маленьких, любимых звёзд. Рай Ермолаева, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабытнанги». На этом всё. Завершает выпуск «Прогноз погоды на завтра». Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин